Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы проводим, на мой взгляд, очень важный разговор с действующим кандидатом в президенты России Борисом Борисовичем Надеждиным, который достаточно неожиданно для многих стал собирать очереди во многих городах России, да не только России, очереди желающих, которые поставят за него подпись. Сам Борис Борисович нам неоднократно говорил о том, что он стал таким образом символом антивоенной позиции. Здравствуйте, Борис Борисович! Здравствуйте! Очень рад видеть практически выдающегося борца за справедливость в городе Москва, который по техническим причинам временно не в Москве находится. Но я надеюсь, что временно, Евгений, временно. Скоро все вернемся. Спасибо. Борис Борисович, по горячим новостям. Ночью были сообщения о том, что автозаки к вашему штабу подъехали. Что случилось, если кратко? Я не очень понимаю. То ли это какая-то акция устрашения, то ли, наоборот, нас защищает полиция. Но уже несколько дней у штаба в Москве, где огромная очередь до сих пор стоит. То есть, вообще-то мы уже подписи собрали, мы объявили, что заканчиваем, но поток не иссякает людей. Первый раз мне, наверное, что-то, мне кажется, в понедельник мне сказали, что нам подъехало... То есть, там стоит автозак и несколько машин полиции. Ну, стоят и стоят. То есть, они ничего не делают, никаких усилий не предпринимают. Значит, на контакт не выходят, потому что сотрудники штаба подходили к ним и говорят, идемте, подписи за надежную ставятся. Нет, сидят. Сидят там. Они охраняют? Негласны. Непонятно, что это, но он реально стоит, и несколько машин с мигалками полицейских стоят рядом. Понятно. Теперь непосредственно к той повестке, которую я хотел у вас узнать, именно с точки зрения моих, скажем так, слушателей, да, и которые, я знаю, вот какие вопросы они бы вам хотели задать. Первое. Предположим, вас не регистрируют. Вот вы сдали там 150 тысяч подписей, вы понимаете, что вы их реально собрали, мы все это видим, что людей, желающих много за вас подписи, в отличие от Путина, который вроде бы в 25 раз больше декларирует по подписи, да, чем вы, но за него очередей никто не видел. Так вот, предположим, вас не регистрируют в наглую просто. Ваши действия дальше. Ну, давайте я немножко по-другому. Начну с другого, потом отвечу на этот вопрос, да, начну с другого. Мне кажется, что если мне откажут в регистрации, это абсолютно подорвет доверие к этим выборам. То есть для нашего начальства, которое принимает решение, кого там регистрировать, кого нет, отказ меня зарегистрировать был бы, конечно, какой-то катастрофической ошибкой. Именно потому, что вы, Евгений, совершенно справедливо сказали. То, что Надеждин реально собирал подписи, видел, ну, не только вся страна, весь мир видел. Там есть ролики такие, смонтировали люди ролики, там песня про Надежду, компас земной. Еще есть ролик, когда я с дочкой пою песню, где нам дворцов заманчивые своды не заметят никогда свобода. Там какие-то сотни тысяч просмотров уже. И на фоне вот этих песен, ну, музыкальных заставок, идут кадры из десятков городов. Везде стоят очереди. То есть, теперь представьте себе следующее. Вот у нас подписи собирало аж 8 кандидатов. Вот 8 кандидатов президенты собирали или якобы собирали подпись. 8. Один из них Путин, второй Надеждин, еще несколько там менее известных людей. Но видели люди во всем мире своими глазами очереди только к штабам Надеждин. У Путина были там публичные штабы, то есть в торговых центрах, там в больших культурно-досуговых центрах ставили стоечки. Там Путин, стояли там, значит, ребята с майками за Путина. Иногда там оказывались рядом губернаторы городов или главы регионов. Главы городов там делали, выкладывали в Телеграме и ВКонтакте, как они за Путина подписываются. Это действительно было. Но мы не видели никаких очередей у этих стоек. То есть, ни одного кадра не было. Теперь смотреть, что получается. В репрессивном государстве живем. Я понимаю, что вы говорите, что вот эта процедура, она и так, ее мало кто воспринимал как законную, как убедительную. Но, ну и что дальше? Не-не-не, это, послушайте, давайте я еще расскажу. Вот поставьте себя на место кремлевских администраторов. У них сначала все шло хорошо. Тихая кампания, Путин на всех каналах телевидения, где скупо сообщают, что еще есть какие-то кандидаты там от КПРФ, ЛДПР, там еще там от новых людей. И иногда упоминают других кандидатов. Но что забавно, на первом канале про меня забыли, меня нет. То есть, были сюжеты, где упоминали про всех кандидатов, вообще про всех, кроме меня. Теперь все идет ровно, хорошо, просто прекрасно. И тут вдруг происходит следующее. Вдруг выясняется, что во всем мире, включая Москву, Санкт-Петербург, чтобы вы понимали, подписи собираются в 250 городах 41 страны мира. Так, вообще-то, да, на секундочку. То есть, это такое очень заметное событие. И за последние два дня ко мне приезжали, просто ко мне, долгопрудные корреспонденты всех основных мировых информационных агентств. Associated Press, CNN, France Press, NHK японская. Ну, просто вот все, кто есть, ТОПы, да, все они там были. В BBC и так далее. То есть, весь мир видит, что реально подписи ставят за одного человека. Поставьте себя на место администраторов кремлевских. И вот представьте себе, что вы регистрируете всех кандидатов, включая Путина, кроме Надеждина. Это просто, ну, как сказать, это катастрофическая ситуация. Поэтому я думаю, что она маловероятна. В режиме, да, а у нас-то ведь нет демократии по факту. И, ну, прокатили и прокатили. Дунцова уже прокатили, хотя у нее тоже большая поддержка достаточно была. Да, у Дунцовой, кстати, сумасшедшая поддержка. Я очень благодарен ей, что она сейчас высказалась за меня в поддержку. Это нам, кстати, тоже сильно помогло подпись собирать. То есть, ее сторонники, там больше 100 тысяч человек в базе ее сторонников, она им послала сообщение, чтобы надежно подписываться. Я думаю, это одна из причин, почему очереди, кстати, в России. Но все-таки Дунцову остановили на более ранней стадии, когда ее сбор подписей еще не начался. То есть, как бы люди не видели, что по всему миру собирают подписи за Дунцова. А то, что по всему миру задержанно видели. Но я давайте, я отвечу на ваш вопрос, Евгений. Предположим, несмотря на это, вот несмотря на это, меня не регистрируют по подписям. Тут возникает вопрос. А что мне можно предъявить? Ну, то есть, вот смотрите, когда мы проводили съезд партии, тоже тяжелые мероприятия, вы прекрасно понимаете, что такое провести съезд оппозиционной партии. А до этого в 60 регионах конференции региональных отделений, на которых нам тоже не очень рады видеть местные начальники. Я думаю, у Компартии это налажено, да, там все понятно. А у партии, которая меня выдвинула, с этим были большие проблемы. Но не смогли придраться к этому, понимаете. То есть, к Донцову, к ее собранию придрались, там были какие-то помарки, ну, просто потому, что это другое мероприятие. Там, ну, скажем так, приходят неизвестные заранее люди, нужно всех оформить и так далее. С партией проще в этом смысле. Кроме того, мы знали, кто должен прийти к конференции, на съезд приехать, уже хорошо. Обращаю ваше внимание, тогда все говорили, что тебя, Надеждин, тоже не выпустят. Ну, то есть, к моменту, когда я сдал документы на открытие избирательного счета, Донцову уже завернули, да. И мне тоже все говорили, да тебя дальше не пропустят. Пропустили, смотрите. Сейчас все говорят, тебя не зарегистрируют. Я считаю этот вариант менее вероятным. Но, тем не менее... Я не считаю, что вас не зарегистрируют. Я говорю, если. Вот есть какой-то план? План есть, конечно. Мои действия зависят от того, почему, на что они сошлются. Понимаете, это же разные вещи. Совершенно понятно, что... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это абсолютно... Ну, то есть, я считаю это невероятным, потому что мы собирали одновременно с подписями телефоны этих людей. То есть, вот, грубо говоря, там сбор, который за границей, это не мы организовывали. Кстати, тоже любопытно. Он сам организовался. То есть, мой штаб делал штабы в России, в 75 регионах открытой штабы. И этих людей мы знаем. То есть, это наши сотрудники, всех сборщиков в России. Мы знаем их, несколько тысяч человек. А за границей оно само организовалось. И там, конечно, мы не очень понимаем. Но в России мы собирали телефоны. У нас есть телефоны каждого человека, ну, почти каждого, скажем так, который поставил за нас подпись. Если какие-то графологи скажут, вот у вас тут, там, несколько тысяч подписей недействительны, они же нам должны показать эти подписи. Мы тут же звоним этим людям. Понимаете, да? Начинается флешмоб. Невероятных масштабов совершенно. Да? Дальше у нас есть масса вариантов действовать. Ну, например, попросить всех этих людей и просто позвонить в центр сберком. Ну, как вариант, да? То есть, у нас есть способы организации большого давления на все. Ну, слушайте, ну, вот представьте себе, что, я уверенно говорю, сотни тысяч людей, не сто тысяч, уже сотни тысяч поставили подписи. Но я исхожу из того, что эта система, она очень инерционна. То есть, то, что мы видим в Москве, сто тысяч подписей, реально их гораздо больше. Просто мы их не видим. Ну, понятно. Какие-то забракованы были, где-то там... Да, да. Теперь представьте себе, что сто тысяч, там, ну, допустим, сто, хотя реально, я думаю, скорее двести уже тысяч людей, многие стояли часами на морозе, да? И им говорят, а вас не было, вас нет. Как вы думаете, вот какое настроение у этих людей будет? Ответ. Борис Борисович, мне еще, скажем так, когда меня исключали из КПРФ в прошлом году, да, было множество предложений тоже от разных инициативных групп, разных регионов. Мол, давай выдвигайся. Я, оценивая реальность, я понимал, что подписи я соберу, приду, мне откажут. И дальше я не мог понять, какой у меня план действий. И я очень боялся разочаровать людей в этот момент, которые в меня поверят, предположим, да, вложатся в эту компанию. А потом мы... Или, например, в вашей ситуации. Вы уверены, что вас зарегистрируют? Хорошо. Но в Деге-то мы все понимаем, что Путину нарисуют то, что нужно. Нет, так не получится. Если даже пока живут в бюллетене. Евгений, значит, у меня такая жизнь непростая. Я первый раз в выборах участвовал в 90-м году. Я вас уверяю, что КПСС образца 90-го года куда круче, чем «Единая Россия» образца 2024 года. Намного. Тем не менее, я в 90-м году избрался депутатом, победив уважаемого человека, который там герой социалистического труда был, мастер цеха на заводе огромном оборонном. Ну, у меня в городе. Тогда Дега не было. Дега не было. Кстати, считали честно. При советской власти голоса считали честным, между прочим. Другое дело, что там, понятно, всех там до одного переписывали за уши, тащили. Но это другой вопрос. И посчитали честно. Я победил в первом же туре. И тогда были выборы, кстати, двухтуровые в советской стране депутатов. Ну, я к чему клоню? У меня за 30 лет накопился огромный опыт и борьбы с фальсификациями, и победы на выборах вопреки административному ресурсу. Я, как вот вы, депутат Мосгордума, я тоже депутат Долгопрудным у себя. И «Единая Россия» была очень не рада, когда я победил в округе. Я в округе победил. Кандидатов от «Единой России». И поэтому у меня большой опыт есть. И почему я Долгопрудным все время избираюсь? Потому что у меня здесь подготовлена, ну, выстроена и вышкалена за десятилетия система наблюдения. У меня в каждой комиссии член с правом решательного векового. И так далее. Я вас уверяю... Понятно, но мы же про Россию говорим. Вот рисуют ДЭК в пользу... Вы дальше послушайте. Дальше. Когда я выдвигался в государственную Думу в 21-м году в округе, я эту систему масштабировал на весь избирательный округ. Там было шесть городов. Причем в двух из них официально я победил. Кандидаты от «Единой России» в 21-м году. На секундочку. А у меня кандидат был непростой. Это Ирина Роднина. Великая советская фигуристка. Это отдельная история. Ее специально... Она была депутатом в Омске. Ее специально привезли сюда в Долгопрудный. Чтобы она... Ну, понятно. Ее трудно было победить. Она стала депутатом. Но в двух городах победил я. Да? Так, на секундочку. В Долгопрудном и в Дубне. И, соответственно... Ну, это реальный результат. И там еще в нескольких городах хорошие результаты. Но там мы просто, ну, грубо говоря, не сумели закрыть все избирательные участки. Я говорю про Химки. Да? Там половину... Там смешно в Химках. Закрытые наблюдатели участки. И Каиба победил Надеждин. А где нет наблюдателей, победил Родина. То есть, это просто такая четкая корреляция. К чему я рассказываю? Я рассказываю к тому, что у меня есть огромный опыт, масштабируемый на всю страну контроля за выборами. Я вас уверяю. У нас план подготовить 50 тысяч наблюдателей. Вопрос. Откуда мы их возьмем? Ответ. У нас есть база людей, которые подписались за меня. Это больше 100 тысяч людей с телефонами. Мы закроем избирательные участки. Понимаете? А если вы закрыли избирательный участок хорошим наблюдателям, то вероятность фальсификации резко падает. И почему 50 тысяч? Потому что всего их 96 тысяч участков, но из них половина очень маленькие. И, ну, есть участки в сельской местности, там, 100 избирателей, 200. Мы их даже не пытаемся закрыть. С этим согласен. Но ДЭК невозможно пронаблюдать. Там вам просто высылается результат. ЦИК, там, или ТИК, да, вам, соответственно, присылается. Я понимаю, но ДЭК не играет большую роль. На федеральных, смотрите, я прекрасно понимаю, что на выборах Госдумы в Москве 21-го года ДЭК решающим образом изменил результат. Я следил за этим, да. Я лично знаю всех людей, которые занимаются ДЭК. И с той стороны, да, эту комиссию ДЭК, я все знаю в голове с Артамоновым. И с другой стороны, я хорошо знаю Толстогузова, там, Лосева и других людей, которые с ДЭКом борются, да. Внимание, Евгений. В Москве ДЭК оказал решающее влияние, потому что это были выборы по округам в городе Москва. Но если в масштабах страны брать, ДЭК, конечно, неприятная штука. Это черный ящик, и черт знает, что там. Никто не знает, что там происходит, на самом деле. Но недавно была тренировка ДЭКа. Всех туда тоже затаскивали. По школам были там указания, все-все-все в ДЭК. По всей стране набрали 3,5 миллиона человек. Это много, да. То есть, в масштабах Москвы это решающее количество, да. Ну, в Москве там, насколько я понимаю, миллионов 8, наверное, избирателей, да. Ну, масштаб такой какой-то. И 3,5 для Москвы это огромное количество. Но в стране избирателей 110 миллионов. И 3,5 миллиона это, ну, сколько там, 3 с чем-то процента, да. И поэтому ДЭК будет иметь значение, но с помощью ДЭКа вы не можете масштабно изменить результаты по стране. Поверьте мне. И если, допустим, произойдет следующее. Я все время возвращаюсь к теме легитимности, да. Ведь Путину же надо не просто победить. Надо, чтобы это выглядело красиво, общая поддержка и так далее. Теперь представьте себе ситуацию, допустим, что на всех избирательных участках, которые там Надеждин закрыл наблюдателями, один результат выборов, да. А на ДЭКе совсем другой. Как вы думаете, легитимность, что будет с легитимностью выборов? А заметьте, что... Легитимность не будет, согласен полностью. Но что делать дальше? Вот легитимности нет, ваши действия. Ну, дальше использовать энергию этих миллионов людей. Но сейчас я могу использовать энергию сотен тысяч людей, да. А тогда я смогу использовать энергию миллионов людей. Ну, после голосования. Вопрос, как я буду использовать эту энергию. Ответ. В полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. А именно, параллельно будем подавать в суды. Здесь у меня, кстати, опыт просто гигантский, потому что никто столько не судится по выборам в стране, сколько я. По итогам выборов 21 года было подано всего примерно 200 исков во всей стране по отмене результатов голосования. Из них 105 подал я. То есть, этот опыт тоже есть. То есть, завалить всю судебную систему страны исками мы сможем. Дальше. Дальше я буду использовать как ресурс эти миллионы людей. Самые разные возможности есть у меня, как вы понимаете, да. Мы этих людей просто будем знать. Контакты их будем знать, да. К моменту выборов у меня в телеграм-канале, думаю, будут не как сейчас там 100 с чем-то тысяч людей. Уже миллионы. Поэтому это ресурсы сильнейшие. Это будет уличная активность? Я больше не знаю. В полном соответствии с законодательством. Я не собираюсь там кричать, все там встали за мной и во главе толпы я пойду штурмовать центр изверхом. Нет, такого не будет. Мы будем подавать заявки на митинги по всей стране. Я вас уверяю, они смогут отказать. Просто не смогут. Не смогут отказать. Долгопродам, кстати, вот сейчас тоже, вот я просто, чтобы вы понимали, Долгопродам тоже сейчас подали заявку на митинг. Это история фееричная совершенно. Сейчас про это будет отдельная история. Знаете, почему нам отказали? То есть сначала нас попросили перенести площадку митинга создания площади перед администрацией. Знаете, куда? На лед водохранилище. У нас рядом Клязьминское водохранилище. Там парк такой. Ну, как бы парк, парк. И как бы официальное место для митинга. Это площадка. Ну, вот водохранилище замерзает, понимаете, да? И там такая площадочка есть. Туда попросили перенести. А потом, нет, в чем разрешили, а потом, значит, губерния вмешалась, и нам отказали. Знаете, какая причина отказа? Ковид. И мы сейчас судимся, потому что ковид совершенно не мешает Единой России собирать там залы из учителей в городском, ну, дворце культуры, понимаете, да? То есть сидят люди толпой, ну, в помещении, ковида нет, а, значит, на продуваемом ветрами водохранилище ковид есть. Мы подали в суд. Вот это мой вопрос. Вот это двуличие, оно же уже не первый год продолжается, да? И как по ключевому для страны вопросу, да, определение главы государства, как нужно будет вот это все обойти? Потому что понятно, что они этим еще... Евгений, вот представьте себе, вот просто представьте себе на секунду, что миллионы людей, я не шучу, миллионы... Вот сейчас у меня этот иск подписало там, ну, чтобы он был коллективный, по закону мы бы собрали 20, ну, больше 20 подписей, да? Представьте себе, что у вас в каждом суде, вот в каждом суде каждого города страны, я не шучу, подан иск от миллионов людей. Вот представьте себе эту ситуацию. Это абсолютно легальное действие. Вот сейчас мы сказали, можно подписаться за Надеждиной, и все пошли подписываться, да? А представьте себе, что будет, если меня не зарегистрируют или фалифицируют выборы, и мы скажем, «Ребята, а теперь давайте все писать иски в суды». Это, то есть, короче, мой план ПВБ выглядит так. Это масштабные, масштабные, но совершенно легальные действия. Абсолютно легальные, согласитесь. Это давление на систему. Выслышал, Борис Борисович. Следующий момент я все ваши интервью, естественно, не мог просмотреть, но подробно от начала до конца посмотрел ваше интервью Юлии Латыниной недавнее. И вы в нем сказали о том, что вот в течение первого срока вы там планируете разные демократические изменения, и что, возможно, вам даже первого срока не хватит, как будто бы какой-то намек даже на второй срок уже прозвучал. У меня вопрос. А не считаете ли вы в своей победе все-таки более правильно организовать, ну, там, понятно, отпустить политзаключенных условно, да? Организовать созыв, предположим, учредительного собрания для того, чтобы в следующих выборах президента, их не откладывать на 4 или на 6 лет, а могли участвовать люди, которые, безусловно, этого заслуживают. Такие как там Алексей Навальный, Сергей Фургал, да, которые уже много лет пользуются большой общественным партией. Николай Бондаренко, например, да, если от левых сил смотреть. Сейчас они по объективным причинам, многие не имели возможности участвовать. В каком-то смысле вам здесь, ну, давайте признаемся, где-то повезло, да? Ну, что понятно, если бы Алексей Навальный участвовал, ну, за вас бы этих очередей не было. Согласитесь, с Николаем Бондаренко, если бы они шли, например. Мы это прекрасно понимаем. Вот не считаете ли вы правильным в дальнейшем организовать максимально оперативно уже другие выборы или созыв учредительного собрания, но уже на реально демократической основе? Да, абсолютно согласен, 100%. Единственное, что я не хочу там какое-то учредительное собрание затевать. Я буду действовать в полном соответствии с Конституцией, в частности, с девятой главой Конституции, где есть механизм изменения Конституции, да? Дальше. Вы сказали, что мне повезло, что я оказался в этом месте. Большинство моих близких считает, что мне не повезло. В общем, что я, знаешь, как... Они говорят, ну, Надеждин, ты попал, ты попал. В общем, тут вопрос, повезло или нет. Теперь, по сути дела, я совершенно не планирую править там бесконечно долго, совершенно точно не 25 лет, как Путин, но просто по техническим причинам мне 60 лет, да? То есть я не хочу там соревноваться с Байденом или с Дэн Сяопином, которые там 80 лет там что-то пытаются работать. Я хочу в это время уже там внуков нянчить, правнуков даже. Я думаю, у меня правнуки. Внуки у меня уже есть, правнуки у меня будут, наверное, тогда. Вот. А по сути вы абсолютно правы. То есть у меня среди планов реформа нашей политической системы, возврат к самостоятельному парламенту, возврат к честным выборам. Ну, очень... Ну, программу вы смотрите. Кстати, еще один момент. Я, когда коммунисты обсуждали, кого выдвигать, я же болел очень... Болел за коммунистов в данном случае. Я называл... Ну, я не то, что... Я же не могу там позвонить Зюганову и сказать, Геннадий Андреевич, надо назначить Бондаренко. В смысле выдвинуть. Но я там через свои каналы им посылал всякие идеи. В частности, я вашу фамилию называл. Называл фамилию Левченко, называл фамилию Бондаренко. Мне говорили, ну, это даже не серьезно. Они иноагенты и так далее. Я говорю, подождите, иноагент не может у нас как бы в агитации участвовать, но он может быть кандидатом в президент, что интересно. Ну, действительно так. Но в результате выдвинули Николая Михайловича, которого я, как вы понимаете, 30 лет знаю со времен 90-х годов. Ну, не хочу комментировать, но, на мой взгляд, конечно, компания коммунистов могла быть, скажем так, повеселее сильно, если бы для кого-то более молодого и более энергичного, более популярного. Уж Бондаренко-то точно собрал бы много. Ну, то есть, грубо говоря, в случае вашей победы, вы весь срок планируете свой, соответственно, пребывать? Или все-таки там в рамках девятой главы Конституции, как вы на нее ссылаетесь, да, соответственно, максимально быстро какие-то изменения внести, чтобы можно было новые выборы организовать на демократической основе? Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть такой текст, называется «План Надеждина». Там написано, что я буду делать в первый день кое-что, вы правильно процитировали, освобожу политических заключенных. Кстати, предложу переговоры о прекращении огня, естественно, сразу в Украине, там все это есть. Первая неделя... Не задает этот вопрос по Украине вообще. Ну, и как скажете, значит, первый месяц, первый год, первый срок. Вот к концу первого срока, внимание, я хочу добиться того, чтобы были демократические законы у нас приняты, я хочу отменить все эти идиотские законы про иноагентов, про фейки, там, ну, понимаете, да, там, вот все эти истории, ну, по которым люди сидят, и выпустить их, конечно. Там же не просто выпустить, выпустить можно, нужно же еще, чтобы суды их реабилитировали, да? Ну, понятно. Вот. И думаю, что еще моральный и материальный ущерб нужно взыскать, потому что, ну, грубо говоря, люди, став иноагентами, потеряли в заработке. Вы знаете, многие иноагенты работали преподавателями, например, да? Им уже нельзя. Я уж не говорю о том, что они были вынуждены покинуть свои дома. Ну, вот вы, например, да? Это же, извиняюсь, какая головная боль какая. Вот. Отвечаю на вопрос. Первый срок я хочу отработать, но я как раз, ну, я сам не могу внести поправки как президент, но я предложу вернуть обратно срок президентский. Потому что ведь помните, что было? Медведев, когда был президентом, он для Путина специально сделал 6 лет, а было-то 4. Я уж не говорю о том, что поправка Терешковой фактически обнулила путинские сроки. Я хочу из Конституции все это вычеркнуть обратно. Ну, как было, понимаете, да? То есть не более двух сроков и это самое, и 4 года. Но первые 4 года я планирую отработать, потому что было бы, ну, как бы нечестно. Ну, то есть я иду с программы, я там, не знаю, остановлю специальную военную операцию, подпишу мирный договор с Украиной, да, там. Там много чего у меня в программе. Если я с этим иду, то мне нужно это, ну, продвинуться хотя бы. Я уж не говорю до конца довести, потому что я сомневаюсь, что за 4 года удастся договориться с Украиной и с Западом. Там, ну, понятно, там же надо договориться не только с Украиной, да, по поводу, там же много чего-то, санкции. То есть мне работы на 4 года хватит, это точно. А дальше... То есть всем остальным демократических выборов ждать еще надо будет минимум 4 года. Почему? Подождите, я же распущу, я же Государственную Думу распущу. И будут выборы в Госдуму, пожалуйста, не вопрос. Приезжайте. Я думаю, что при мне этот самый... Кто у вас там, не Горбунов? Реут у вас сейчас голоса в Москве считает, я уже забыл. Кто у вас там... Да, он в Думу ходит постоянно. Ну, вот-вот. Я думаю, что он или кто-то другой будут честно считать голоса, и все у вас получится, я думаю, на выборы в Госдуму в следующем. Понятно. Следующий момент к социальной тематике, Борис Борисович. У вас в программе, я специально зачитываю, да, написано «Отмена повышения пенсионного возраста для граждан, родившихся с 1958 по 1967 год. Компенсация невыплаченных пенсий. Точка». Вопрос. Граждане, родившиеся после 1967 года, для них не планируется отменять пенсионную реформу? Мне уже, да, мне уже внесли поправки, потому что я, когда я писал, я немножко не подумал о женщинах. Я писал, ну вы, наверное, знаете, что повысили пенсионный возраст для мужчин, начиная с 1958 года. Поэтому я эту, для женщин, надо продлить до 1972 года, мне уже подсказали это. Объясню логику. Вот само по себе повышение пенсионного возраста, в принципе, во всех странах мира происходит. В России сейчас, ну какая, общий тренд. Есть страны, в которых пенсионный возраст уже за 70 лет. Но просто потому, что люди живут дольше, и, соответственно, ну, скажем так, современный 60-летний человек, вот я, например, да, он более-менее работоспособен. Ну, я такой, конечно, мне не 20 лет, мне 30, я особо там бегать, прыгать мне уже тяжело, но работать вполне могу. Но в чем хитрость? При Путине это повышение сделали совершенно безобразно. То есть людям, которые уже видели пенсию, вот я, например, да, я родился в 63-м году. Я бы сейчас уже был на пенсии, мне 60 лет. Но мне сказали, вот когда мне было 55 лет, мне сказали, Надеждин, ты пойдешь на пенсию не через 5 лет, а через 10. И вот это полное свинство. Почему? Объясню. Если вы хотите, вот я, допустим, вот я, допустим, был бы президент, и при мне бы решили повышать пенсионный возраст. Я бы сделал так. Мысль понятна. То есть можно я уточню концепцию просто. Получается, что вы против повышения пенсионного возраста для тех, кто буквально в ближайшие годы выходит, да? Да. Но для всех, что вы как бы за то, чтобы повысить пенсионный возраст. Ну, скажем, для меня. Мне 40 лет. Вы не против, чтобы для 40-летних повысили пенсионный возраст. Вам уже повысил Путин, но при этом вы узнали о том, что он повышен пенсионный возраст, Евгений, когда вам было 35 лет. Вот когда вам было 35 лет, вам сказали, Евгений, вы пойдете на пенсию не через 25 лет, да, а через 30. Согласитесь, Евгений, что для вас это не было шоком. Вот лично для вас. Потому что когда вам 35 лет, вам до 60, это где-то там, ну, как мне, до 90. Это неприятно, это плевок. Это не то, что даже там в деньгах дело было. Это был плевок, и поэтому я и на митинге ходил. Давайте мы так договоримся. Я считаю, что по отношению к тем, кто уже был близок к пенсии, это было свинство. А по отношению к тем, кто более моложе, это было, ну, не то чтобы свинство, это неприятная новость, но это не сильно ударило по вашей личной жизни, согласитесь. А самое большое свинство было, знаете, в чем на самом деле? Это вот люди 58-59 год. Представьте себе, вам до пенсии остался вообще там год или два. Ну, понимаете, да? Вам говорят, нет, еще. А ведь пенсия, это же не важно. Я таким не спорю. Меня интересует вопрос, который, смотрите, я там себе как-то на жизнь смогу, надеюсь, заработать. У нас большинство людей сейчас в России живет на зарплату, ну, там, около 30 тысяч рублей, в лучшем случае, 20-30 тысяч. Для них пенсия, которую они могут получить там не в 60, а в 55, там, да? Или там не в 65, а в 60, соответственно. Это просто жизненно важно. Не в том смысле, чтобы не работать, а в том смысле, что к нищенской зарплате, пусть нищенская, но пенсия, и все это вместе дает возможность хоть как-то выжить. Понимаете? А вы лишаете сейчас, фактически, согласия. Я никого. Евгений, давайте мы не будем там сильно спорить на эту тему. Я хочу сказать следующую вещь. Если бы мы с вами обсуждали вот то, что мы сейчас обсуждаем 10 лет назад, я бы с вами был абсолютно согласен. Но за это время произошло следующее. Путин реально повысил пенсионный возраст. И таким, как я, и таким, как вы. Но для таких, как я, это критически важно. Просто потому, что я сейчас уже был бы, вот я, я Надеждин, сейчас бы уже получал пенсию. А для таких, как вы, которым 35 лет, 25 и так далее, еще ничего не произошло. Понимаете? То есть вы как не вышли на пенсию, так и не вышли. Вам еще до пенсии, вам 40 лет, как я понимаю. Вам еще до пенсии 25 лет. И что-нибудь за это время произойдет. Поэтому критически важный вопрос для пожилых людей. Тут я согласен. Но вы еще одну тему затронули. Затронули тему, какого черта у нас работающий пенсионер получает пенсию меньше, чем неработающий. Вот это же тоже важно. Вы же знаете, что так происходит, да? Ну, это безусловно важно. У нас вопрос-то сейчас, что люди-то хотят полной отмены пенсионной реформы, понимаете? А вы сейчас, получается... А это уже не получится. Это уже не получится. Ну, слушайте, вот еще раз. Я отдаю себе отчет, что вопрос возврата к пенсионному возрасту стоит огромных денег. Я, кстати, это посчитал, между прочим. Сколько стоит отменить пенсионный возраст для тех, для людей, ну, моего возраста, и там, ну, я вилку задал, 58-й, тире, сейчас, 72-й год для женщин. Да, вот эти люди. А цена этого вопроса несколько триллионов рублей, да? Теперь вопрос. Если мы вообще отменим для всех, то цена этого вопроса становится десяткой триллионов рублей. Это уже серьезная история. Это больше, чем расходы страны на образование и здравоохранение вместе взятые, да? Я в этой ситуации ищу компромиссы. Компромисс выглядит так. Для тех, кому действительно это важно, ну, грубо говоря, вот при президенте Путине у них отняли, так сказать, пенсию, при этом надежде им вернули. Вот это именно тот отрезок, который, ну, реально актуален. Для вас, Евгений, для более молодых это не является актуальной темой, потому что вы еще не на пенсии. Понятно я выражаюсь? Давайте, Евгений, так. Вы когда станете президентом через 20 лет, и вам будет 60 лет, вы решите этот вопрос для своих ровесников. А я пока решаю для своих ровесников. И это тоже стоит огромных денег, да? Я же, в отличие от популистов, я же, ну, просчитываю все. У меня в голове, между прочим, есть, кстати, у меня в голове и на бумаге сейчас будет полная картина идеального бюджета страны. Могу рассказать, как он выглядит. Он выглядит так. Резкое сокращение расходов там на военно-полицейские задачи и резкое увеличение расходов на социальные задачи. На социальные. Смотрите, просто вы сейчас сказали, что потребуются триллионы рублей для того, чтобы вернуться к прежнему пенсионному возрасту. Я с вами абсолютно здесь согласен. Вопрос, где взять? И отсюда следующий вопрос, да? Прогрессивная система налогообложения. То есть сейчас у нас ее по факту нет, но вот эти 15% это не в счет, потому что у нас плоская система. В вашей программе я ничего не нашел про прогрессивную систему налогообложения. Планируете вы ее вводить? Если да, то, соответственно, для сверхбогатых какой будет налог и будут ли бедные освобождаться от налога? Давайте я начну с другого конца. Я был депутатом Государственной Думы и работал в правительстве в 90-е годы. В 90-е годы, обращаю ваше внимание, было супер прогрессивное налогообложение. То есть ставка налога доходила до 45%. 35%-45%. Такие были ставки налогов. Только знаете, в чем была проблема? Их вообще никто не платил совсем. От слова совсем. Рассказываю, что было дальше. Дальше, именно в моей Государственной Думе, именно когда писался налоговый кодекс, это был 2001, по-моему, год, мы убрали эту прогрессию, убрали. Сделали 13%, плоскую шкалу. В результате люди стали платить налоги. И с тех пор их платят, скорее, чем не платят. Поэтому ответ на ваш вопрос. Да, я собираюсь вводить, ну не я в смысле, президент сам все налогов не устанавливает, да. Я, конечно же, буду предлагать прогрессивную шкалу налогообложения. Но только это надо делать очень аккуратненько. И все время мониторить, не приведет ли это к уменьшению поступлений в бюджет. Потому что если вы сейчас жахните, как было в 90-е годы, там 35 или 45%, вы получите не увеличение денег от НДФЛ, а уменьшение. Потому что мы все это видели в 90-е годы. Понимаем. Отсутствие сбора налогов было во многом связано со слабостью государственных институтов в 90-е годы. Которые в силу смены социалистической системы на капиталистическую не смогли просто нормально функционировать. И поступление средств в бюджет уже в нулевые, в десятые в том числе годы, оно в основном-то было связано на самом деле с высокими ценами на нет, которые не было в 90-е. Так что тут мы сами понимаем, прямую пропорцию к прогрессивной системе налогообложения с доходами, да, ее, наверное, нельзя проводить. Нет, Евгений, нет, 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 извините, тут я вас поправлю. Я когда сказал, что стали платить налоги, именно НДФЛ стали платить. То есть сумма в результате уменьшения налогов, то есть общая ставка 13%, выросла именно сумма НДФЛ, выросла она, реальность. Она стала расти с начала нулевых. Она росла и потому, что зарплаты стали расти, да, но на значительной степени росла, потому что просто стали платить. То есть схема зарплат в конвертах, она стала, ну, просто бессмысленной. А я вам хочу сказать следующее. Это же все просчитывается миллион раз. Поэтому давайте, я-то скажу, скажем так, непрезидентское дело там детали рассказывать. Я вам говорю, без всякого сомнения Россия должна прийти к прогрессивной шкале. Я и с вами абсолютно согласен. Только это делать надо не вот так вот жахнуть 35%, потихонечку. Давайте сделаем 15%. Привыкли, пожили несколько лет, сделаем для больших доходов, ну, я условно говорю, 17%, понимаете, да? И постепенно мы опытным путем выясним, просто опытным путем. По-другому тут никак не получится. При каких ставках, скажем так, максимизируются налоговые поступления? Потому что я призываю всех, включая коллег левых взглядов, мне кажется, смысл повышения ставки – это не социальная справедливость, это другой вопрос, да? Смысл повышения ставки – это максимизация доходов бюджета. И надо нащупать вот ту золотую середину, и абсолютно для меня очевидно, что она лежит выше 13%, да? Тут я согласен. Более того, если мы хотим говорить о налоговой системе с точки зрения социальных справедливостей, это абсолютно, между прочим, правильная постановка вопроса, я ее не отрицаю. Тогда правильнее делать немножко другое. Правильнее отменять НДФЛ для самых бедных. Вот это, в общем, правильная идея, понимаете, да? Вот. И более того, с точки зрения социальной справедливости, правильнее даже не столько заниматься НДФЛ, если уж на то пошло, сколько заниматься налогообложением, очевидно, активов, свидетельствующих о богатстве. Ну, дорогих домов, ну, яхт там, не знаю, частных самолетов. Вы поддерживаете создание публичного реестра крупных собственников, недвижимости? Да я только за, ведь при Путине они же вообще закрыли сведения. Знаешь, они закрыли реестр? А, да, конечно. Вот. Это вообще свинство. То есть, для того, чтобы несколько там богатых людей, включая тех, кто не бизнесмен, а чиновник, но почему-то вдруг разбогател, для того, чтобы люди не могли понять, где у них там дворцы стоят, они взяли, закрыли вообще весь реестр, всех вообще объектов. Это просто позорище. Немножко возвращаясь к прогрессивной системе. Смотрите, вы сейчас сказали вот эти 15-17 процентов. Ну, честно говоря, это выглядит несерьезно. То есть, 13 процентов у нас будет платить условно человеку, у которого чуть больше прожиточного минимума, и там 17 процентов человеку, у которого 100 миллионов доход. Это, мне кажется, все-таки несправедливо. Вот даже если мы не берем сейчас социалистическую систему, там она отдельно функционирует. Мы в капитализме живем. Вы, я так понимаю, дальше вот этот, соответственно, путь развития планируете продолжать. Но даже если брать капиталистические страны, США 37 процентов максимально достигает налог на доходы. Норвегия, Швеция 57 процентов. Франция 45 процентов. То есть, ну, это не 17. Даже вот в передовых, и в передовых с точки зрения уровня жизни, да, в первую очередь, в странах Запада мы видим, ну, совершенно другую систему. У нас-то почему 17 должна быть? Евгения, я вам могу привести колтер, пример. Есть такая страна, Китайская Народная Республика. Там у власти коммунистическая партия Китая, как вы понимаете. И официально у них там социализм. Так вот там самые низкие налоговые строки вообще. То есть, в Китае самая либеральная рыночная экономика. Благодаря чему, кстати, он и развивается, Китай. Там низкие налоги. Оборотной стороной является то, что в Китае, например, по сути, нет бесплатного образования. И до недавнего времени пенсии вообще не было. Да, для большинства китайцев. Вот именно. И уровень жизни ниже все равно, чем на Западе. Намного не менее. Конечно, да. Но, тем не менее, вот в Китае самое, что ни на есть, социализм, а власти Компартии Китая. В данном случае я готов ориентироваться на опыт китайских товарищей. Если говорить, как бы, ну, более, сейчас, извиняюсь. Если говорить более конкретно о том, что вы говорите. Такие страны, как, ну, США, которые вы назвали, там, Франция и так далее, они к этой налоговой системе шли даже не десятилетиями, а столетиями. Понимаете? В США люди платили налоги еще в 18 веке. Это был главный способ формирования бюджета Соединенных Штатов Америки. А в советской стране, из которой мы все выросли, люди налогов, собственно, ну, как бы не ощущали. То есть просто не ощущали. Для того, чтобы прийти к ситуации, когда можно будет сделать действительно большие налоги на большие доходы, но ставки, о которых вы говорили, 35-45%, да, для этого нужен длинный путь. Нужно, чтобы люди постепенно привыкали. Я вам больше скажу. Это возможно только тогда, когда налогоплательщики в состоянии заставить государство тратить деньги в их интересах. Понятно, да, что я сказал? Но в России ситуация другая. У нас налогоплательщики в России, в большинстве своем, налогоплательщики в России против специальной военной операции, как вы понимаете, да, большинство людей хотят, чтобы она закончилась. А государство выделяет на эти деньги, ну, сколько там, военно-полицейский бюджет на 2024 год, там 10,6 триллионов военный бюджет, да. То есть, смотрите, все, что вы говорите, можно и нужно делать. Но это путь не, даже не лет, это путь десятилетий. И его нужно пройти тогда, когда налогоплательщики, то есть мы с вами, простые люди, да, будут в состоянии заставить парламент и президенты действовать в своих интересах. У нас в государственной группе... Сами видите, что происходит. Этот вариант рассматриваем. И демократические преобразования сразу... Конечно. Евгений, вот давайте я вам скажу. Моя голубая мечта, вот я стал президентом, один срок хочу отработать, да, там, 4 года желательно. Вот я хочу в конце этого срока оставить, ну, не то, что я хочу оставить в стране, нет, я хочу, чтобы у нас был парламент, Евгений, в котором... Ну, я-то президент, я на схватке буду. Но в этом парламенте должны, конечно же, присутствовать и левые, такие, как вы, да. Но в нем должны присутствовать и правые, не знаю, там, в лице, там, не знаю, новых людей каких-то вроде, вот эти, ну, знаете, эту партию. Они тоже выдвинули парня молодого Дованкова, ну, нормальный парень, молодой, ваш ровесник, кстати, да. Очень хорошо, если вы там с Дованковым в парламенте договоритесь о какой-то приемлемой ставке, а люди будут решать на выборах. Вот есть Ступин, который говорит, надо поднять, и есть там условный Дованков, который будет говорить, нет, там, пусть бизнес развивается и так далее. И вы путем дискуссий решите этот вопрос. А я как президент России, когда вы договоритесь в парламенте между собой, да, не знаю, 17%, я не знаю, да, вы договоритесь там с Дованковым в парламенте, а я этот закон подпишу. Вот так же должно работать. От того, что сейчас... С точки зрения диалога, согласен, но свою позицию тоже озвучу. Мою позицию я сказал, это надо делать только потихонечку, потому что если сейчас сразу жахнуть 35%, просто никто не будет платить, вот вы видите. Возможно, поэтапно, но это поэтапно должно быть расписано изначально. И... О, тут я с вами полностью согласен. Вот, кстати, когда будете с Дованковым писать программу повышения там налогов, вы так и должны поступить. Это, кстати, 100% так. Люди все, и налогоплательщики, и бизнес там, и все остальные должны знать, что у нас, я условно говорю, что у нас там в 25-м году будет 15%, в 30-м там 17%, понимаете, да, там, где-то там, не знаю, в 2000 каком-то, там, не знаю, в 45-м будет 45%, я не знаю. Но мы все-таки о других причинах идем, Ильич Горозов. Я вносил законопроекты, как депутат Мосгордумы, да, Мосгордума тоже это субъект законодательной инициативы, соответственно, с одной стороны об отмене пенсионной реформы, с другой стороны повышение НДФЛ до 50% в случае дохода больше 10 миллионов в месяц. И освобождение от уплаты налога тех, у кого доход менее прожиточного минимума. Такого вообще не должно быть, но пока есть по факту. Нет, вот с этой счастью я абсолютно согласен, я сказал, что люди, ну, что есть, бедные, люди с низкими доходами могут не платить НДФЛ, в этом я не вижу никаких проблем. Это усложняет сильно отчетность бухгалтерскую, но пусть будет так. Вот. У нас на самом деле не так много времени осталось, давайте какие-то еще, может быть, важные для вас темы затронем. Два важных вопроса, которые я хотел еще усветить. Первое – это изменение трудового законодательства касательно профсоюзов, чтобы имелась возможность без согласования, грубо говоря, с работодателем, без вот этого… сейчас очень тяжелая процедура, и в подаче заявки там должно быть не менее половины работающего коллектива, а коллектив может быть разбросан, то есть это вообще нереально собрать. Поэтому забастовок у нас раньше тысячами не измерялись до 2005 года, а с 2005 года единицами стали измеряться там. Один, два, ноль, три. Вот официально столько стало зарегистрировано забастовок. Очевидно, что это не из-за того, что люди нормально как бы все это воспринимают, да, а просто не дают проводить. Что вы планируете вот по забастовкам? Будет еще один вопрос. Во-первых, у нас в стране беда с профсоюзами, это вот четко понятно, и очень важно, чтобы они были, особенно на крупных предприятиях, где действительно рабочий класс должен иметь возможность отстаивать свои права. Это я абсолютно согласен, сто процентов. У нас ведь как получается, те официальные профсоюзы, которые со времен ВЦСПС достались, они, ну грубо говоря, это отделы администрации завода. Знаете, есть администрация завода, и при ней профсоюз. А те отдельные профсоюзы, они возникают, кстати, отдельные независимые профсоюзы, с ними там борются. Это я тоже хорошо знаю. Я, ну, там, ну, мне ближе как бы высшее образование, поскольку я преподаватель, там, кафедра заведала и так далее. И у нас есть профсоюз, ну, работников высшего образования, которые там всячески щемят. Щемят, знаете, да, там, в воздух. Вот. И еще одна важная вещь, ее тоже надо понимать. В советское время большинство людей действительно работало на больших заводах. Так было. Ну, в Москве там были огромные заводы, вы сами знаете, да, там, и по всей стране. А сейчас уже в Москве больших заводов нет. Большинство москвичей и жителей мегаполисов работают не на больших заводах, где там 10 тысяч работников. Они работают часто в нескольких местах, там, ну, понимаете, да, там, дома работа, как это называется, удаленка всякая, вот это все. Есть какое-то слово, забыл. А, фриланс. Вог, фриланс. И таких людей все больше и больше. Я к чему клоню? Абсолютно очевидно, что в трудовом кодесе должны быть разные режимы, разные режимы. И профсоюзные деятельности, и забастовок для ситуации, когда мы имеем дело с большим предприятием, где люди приходят от гудка до гудка, ну, понимаете, да, там смена, все понятно. И другие ситуации для, ну, даже нельзя это назвать предприятием, для разных фирм, которые тоже нанимают людей на работу, но которые часто даже, то есть, есть фирмы и компании, где большинство сотрудников вообще не ходят физически на работу. Знаете, они сидят там по всему миру. Ну, IT, например, да. Там другая совершенно должна быть ситуация, другая логика. Но я с вами абсолютно согласен, что в больших коллективах, где много людей, а жизнь как устроена, чем больше людей, тем менее защищен каждый отдельно, да. Ну, грубо говоря, когда у вас 10 тысяч завод огромный, там одного человека вы вышвырнете, ну, никто и не заметит, да. Именно в таких коллективах, конечно, даже должно быть и профсоюзы, и право на забастовку. Полностью согласен. Ну, то есть, смотрите, право понятно, то есть, оно и сейчас вроде есть. Вопрос о том, чтобы, например, как вариант просто, чтобы организовать забастовку, достаточно там подписей 10 работников, да, чтобы не ходить по всему заводу, не собирать половину, да, то есть, 10 тысяч на заводе работают, 5 тысяч подписей. Ну, это же нереально просто. Или там, ну, не 10, хорошо. Нет, мне кажется, Евгений, я извиняюсь, я перебью. Должна быть немножко не такая штука. Если у вас работает 10 тысяч человек, нужно, чтобы, если организован профсоюз, в котором состоят, например, 3 тысячи человек, ну, я условно говорю, треть, да. Кстати, может быть два профсоюза, между прочим, никаких проблем нет, да. Но если есть профсоюз, который объединяет, допустим, треть работников, то он сам по себе может объявить забастовку, понимаете. Ну, люди собираются, избирают там правление какое-то, не знаю, 5 человек, ну, я условно говорю, ну, уважаемых. И они от имени всего вот этого профсоюза могут это предъявить. Вот так лучше организовать. Потому что вы понимаете, что я нервно реагирую на слова собрать 5 тысяч подписей сейчас? Поэтому у нас и забастовок нет. Потому что рабочему человеку это нереально просто организовать. Так вот я об этом и говорю. Все начинается с того, что создаются реальные профсоюзы. Это я готов поддерживать. Это очень важно. Я вам так скажу. На Западе рабочий класс добился чего-то только потому, что там сильные профсоюзы, между прочим. Ну, они там столетиями, ну, не столетиями, но в 19 веке уже были. Борис Борисович, я знаю, что вам нужно бежать. У меня осталось две, на самом деле, больших темы. Я предлагаю все-таки их, наверное, перенести. Может быть, на работу с вами дискуссию еще организовать. Это кредитное амнистие, минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия. Это такие темы, которые надо прям разбивать. Знаете, я сразу отвечу, сразу просто. У нас позорно низкий уровень социальных выплат вообще. Речь идет и о пенсиях, и о пособиях инвалидам, и материнский капитал, между прочим. Это все позорно низко. И все упирается в то, что российское государство сейчас триллионы. Триллионы просто выпускает буквально, ну, понятно, куда. Ну, тут хотелось бы конкретики все-таки. Конкретно, сколько долгов списывать по кредитным нести, если ее проводить. Конкретно, какая должна быть, по вашему мнению, минимальная размер оплаты труда, минимальная пенсия. Смотрите, давайте, я все это давно посчитал. Опять же, внимание, вот это важный вопрос. Если мы говорим от предприятий типа большой завод, где люди получают зарплату именно, да, и где речь идет о том, что люди приходят на работу и стоят у станка, там должна быть минимальная зарплата, которая должна быть вот, ну, совершенно точно, раза в два выше прожиточного минимума, с учетом количества едоков. Понятно, да? И в нынешних реалиях, если мы говорим про Москву, то это скорее 100 тысяч рублей, если про регионы, но точно 60-70. А вот в других вот этих самых фрилансерах, там бессмысленно ставить вопрос о минимальной зарплате в месяц, потому что там по-другому все устроено. Там скорее нужно говорить о минимальной часовой зарплате. Ну, я знаю людей, которые в 10 местах работают, понимаете, да? Просто, ну, на 10 разных организаций. Либо там должна быть какая-то система минимальной доли работника от прибыли предприятия. Понимаете, говорю, да? 60 тысяч, согласен, это так. Ну, как-то так. Среди левых, скажем так, мыслителей, эта цифра тоже звучит, вопрос в минимальной пенсии. Считали вы, сколько вот сейчас необходимо сделать пенсионеру, на что есть ресурсы? Ну, пенсия, я так скажу, пенсия – это федеральная история, да? Это федеральные деньги, социальный фонд России. Мне кажется, минимальный уровень пенсии должен быть на уровне двух третей от вот этой самой зарплаты. То есть это 40 тысяч рублей. Но должна быть еще система региональных коэффициентов, потому что, ну, мы сами понимаем, что одно дело Москва, да? А другое дело там... Да, на все. И нам родственное... Слушайте, самое-то удивительное, что деньги-то есть на это, на все. Ну, просто есть. То есть их надо просто, ну, правильно тратить. Кредитная амнистия, давайте тогда уже завершим. Кредитная амнистия, поддерживаете вы ли ее? И если да, саму идею, то в каком виде? Ну, я поддерживаю максимальное применение существующих процедур. Если у человека долги превышают, там, его возможности заплатить, их надо списывать по существующим процедурам, они есть, банкротство и все такое. Да. Я не вижу... Понимаете, если просто объявить, мы всем прощаем, рухнет банковская система. Поэтому, ну, тоже надо аккуратно действовать. Ну, смотрите, вот смотрите, сейчас закредитованность россиян, она, ну, просто колоссальная, да? Уже, вот я сейчас даже себе выписал, сейчас вам скажу, 15 миллионов россиян, они более 80% зарплаты тратят на выплаты по кредиту. 15 миллионов, понимаете? Давайте так, Евгений, я предлагаю еще раз собраться, мы это подробно обсудим, но абсолютно очевидно, что безнадежным должникам нужно списывать долги, потому что это полезно и для банка, и для должника. Но при этом это интересно. Мы вроде в кризисе живем, да, у нас там санкции, то, другое, военный бюджет растет, а у банков сверхприбыли, там один Сбербанк полтора триллиона, понимаете? А люди закабыли... Я бы как бы помягче выразиться. Конечно, хочется раскулачить все банки, особенно Сбербанк, но нужно думать еще и о том, что это основа финансовой системы страны. Евгений, я извиняюсь, просто меня сейчас уже включают в другую. Пойдется еще раз тогда, Борис Борисович. Да, очень приятно было, рад поговорить, и подумайте над тем предложением, которое я сделал перед началом эфира. Давайте, будьте здоровы. Договорились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!